МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. И мы продолжаем серию фестивальных встреч. В нашей студии сегодня актер, педагог, сценарист, режиссер, продюсер Александр Кузнецов. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Галина! Мне очень приятно, что вы меня пригласили на Чувашское телевидение. Я второй раз в Чувашии и искренне рад оказаться в этом прекрасном городе Чебоксары и поучаствовать, прямо активно поучаствовать в кинофестивале, потому что я очень, естественно, уже 37 лет занимаюсь кино, не только как актер, режиссер, продюсер, но и театральный педагог, кинопедагог. Как раз хочется о голливудских технологиях поговорить. Что это такое? Почему голливудские технологии? Раскройте секрет, где вы, что вы, с кем вы? Ну, вы знаете, мне так в жизни повезло, я считаю. В 91-м году я снялся в двух американских больших телевизионный и художественный фильм. Первый – это «Аляска Кид». Это 13-сериалный телевизионный фильм, посвященный Джеку Лондону, основанный на его романе «Золотая лихорадка». Снимался этот телефильм 13 серий в Польше, Числовакии, Германии и России. Полтора года. И второй фильм – это «Бегущий по льду». Это чисто американская российская копродукция, с которой в результате я уехал в 91-м году на озвучание, на досъемке в Лос-Анджелес, в Голливуд, где, сделав свою работу, озвучил картины и доснялся. И, в принципе, так получилось, что я остался, завис в Лос-Анджелесе практически на 18 лет, потому что вдруг начал получать предложение работы в американском кино, в Голливуде. Естественно, как нормальный актер мне было очень интересно работать не только на русском языке, но и расширить свою географию, расширить свое понимание, что такое кино, искусство кино. А Голливуд об этом знает лучше всего. К сожалению, величайшему до сих пор все театральные вузы России, они преподают актерское мастерство для театра, не обращая и не обучая студентов в работе актера на съемочной площадке. Для меня это принципиальная, большая, огромная разница, потому что разные способы существования актера на сцене и на площадке, разные методы работы, разные понимания энергии, которые ты даешь, есть понимание общего, среднего, крупного плана, есть стопроцентное понимание, должно быть, метки, разрывность, что в кино снимается, сначала конец, потом середина, потом начало и так далее, и так далее. То есть очень много тонкостей. В принципе, так получилось, что я начал преподавать актерское мастерство, еще будучи студентом театрального института имени Щукина. Я тут же набрал себе подобных, значит, и начал с ними работать, а потом продолжил это успешно достаточно в Лос-Анджелесе. Я организовал международную школу киноактера в Лос-Анджелесе. И у меня были студенты из Новой Зеландии, Австралии, из России, из Соединенных Штатов и так далее. И я собрал все самое лучшее, что было в системе Станиславского, которая, естественно, является базовым знанием и умениями. И Станиславский – это общепринятый во всем мире мастер и основатель актерского мастерства в том виде, который мы имеем. Потом, естественно, Михаил Чехов, тот человек, который подхватил вместе с Вахтанговым театральное образование, работу актера, в принципе, систему тренинга актера, и развил это, на мой взгляд, гораздо дальше. Я собрал вот как бы в моей кухне, вдруг я собрал все самое лучшее, то, что я получил от советских мастеров кино, американских мастеров кино, и сплавил это в свой какой-то уникальный метод, я считаю. Мне кажется, что для меня очень важно всегда было не просто передача знаний, как педагога, а именно эффективно, быстро, легко, четко, понятно, чтобы это прямо в знании не просто попадали в голову, они попадали и в сердце, и в физику. И чтобы они работали. Они прямо тут же начинают работать. Метод называется метод Кузнецова? Ну да, в какой-то степени, да. Это какая-то выжимка, это в книжках, это где-то на дисках, это где-то... Нет, это есть у меня колоссальное количество написанного уже, я сейчас пишу книгу по этому поводу, надеюсь, что, может быть, или в этом, или в следующем году я закончу, и зритель обязательно об этом узнает, увидит, и это будет хорошее пособие, как работать и на съемочной площадке. То есть студенты нашего Института культуры могут вполне в следующем году уже читать это как настольное пособие и следовать этим руководством действиям? Я думаю, что это будет очень полезно, на самом деле, реально. Это будет очень полезно с точки зрения понимания, что я делаю на съемочной площадке, как я делаю. И как прямо сейчас, ну как бы, вот я провожу там десятки мастер-классов в месяц и в России, и за рубежом, и так далее. У меня география достаточно большая. Это и Белоруссия, и Казахстан, и Израиль, и Грузия, Армения вот сейчас был. Я считаю, что наши дети, опять же, благодаря тому, что у них камеры в кармане с мобильным телефоном, это не просто даже камеры, это уже целиком от начала до конца съемочная киностудия, где ты можешь написать сценарий, можешь снять, можешь смонтировать и выложить это, дистрибьюция так называемая. В мое время это было просто нереально, это как будто слетать на Луну, да? А сейчас каждый подросток может снять свой фильм от начала до конца и выложить его, и получить, самое главное, миллионы откликов. Понимаете, какая сила в этом заложена? И вот вдруг в прошлом году, в конце прошлого года мне пришла, я считаю, прям очень яркая мысль в Лос-Анджелесе и на Колорадо-Риво, так называемое, это штат Аризона, мне пришла мысль, которую я сейчас запустил уже в мировое пространство и нашел большой отклик и среди населения, и среди наших СМИ. Это проект под названием «Международный всемирный фестиваль, молодежный всемирный молодежный фестиваль мобильного кино». Очень было бы любопытно узнать, что это за фестиваль такого мобильного кино. Это ребята, молодые люди, видимо, да, которые снимают на свои мобильные телефоны по своим сюжетам, соревнуются в чем? В качестве, в сценарии, в идее? Соревнуются в том, что, мне кажется, формат, как бы самый интересный формат, который я вдруг увидел, это видеописьмо, видеообращение, видеопослание, в котором я говорю, кто я такой и к кому я обращаюсь. В этом есть точное понимание меня сегодняшнего. Я студент, я ученик, я сын моей мамы и папы, я гражданин Чувашской республики, я гражданин мира, я россиянин, я американец, я студент. Как судить такие работы? Это же, мне кажется, невероятно сложно. Ну, у нас будет жюри, международное жюри. Вот, мы соберем... Все-таки какие критерии, на кого вы будете ставить? На персонаж, на сценарий, на картинку? Что? Я думаю, мы посмотрим. Как бы картинка, понятно, что вот я сейчас, вы говорю, мы поснимали уже несколько фильмов на мобильный телефон, и то, что я вижу, ну, как бы осознание того, что в 17-м году известнейший, всемирно известный режиссер и продюсер Стивен Содерберг снял первый фильм в истории человечества, полнометражный фильм, снятый на iPhone 7. Вот так вот. Я вижу в этом колоссальный совершенно прорыв. Вижу в этом, и я как человек, который уже 37 лет занимаюсь кино, да, я помню эти камеры, которые... Конечно, да. Да, вот такого размера камера, да, стоит. Потом это все уменьшалось, уменьшалось, потом раз, перешли, наконец-то, на цифровые камеры. Я помню весь эти дебаты и скандалы, что, да, ну, технология никогда, ни при каких обстоятельствах. И вдруг раз, все это пум-пум-пум. А сейчас мобильный телефон снимает на то качество, которое может быть выложено на огромные экраны. Я желаю зрителям национального телевидения Чувашии прежде всего получать из телевидения позитивные и положительные эмоции. Эмоции – это самое главное, что мы должны получать, потому что знания ложатся только на платформу эмоций. Если знания ложатся на платформу негативных эмоций, они никогда не усваиваются, да. Нам гораздо приятнее общаться с человеком, который дает нам сначала сердечность беседы, а потом мы уже воспринимаем это интеллектуально. Поэтому я желаю вам хорошего настроения всегда и во всем. Мой творческий и человеческий совет, к которому я пришел уже давно. Ничто во внешнем мире не может повлиять на ваше внутреннее состояние гармонии, баланса и благодарности, благодарности миру за то, что вы живете на этом белом свете. И дышите этим воздухом. Спасибо большое. А я напоминаю, Чебоксарский международный кинофестиваль продолжается. Приходите в кино, успеете посмотреть самое интересное. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии.